всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут андрей в этом видео я кратце расскажу о проблеме о нюансе этой звуковой карте от фирмы focusrite вот сейчас у меня модель вот такая вот как сама звуковая карта пишет вообще отлично мне очень нравится но проблема в записи следующая возникают какие-то вот щелчки трески опоздание звука либо до вплоть до пропадания не именно у этой модели есть проблемы ну и у остальных моделей от фирмы focusrite и первое и второе и третье поколение тоже встречается ординарного решения я не нашел в интернете все говорят по-разному но я решил нашел такое решение на своем компьютере компьютер у меня не слабые не старые такой более-менее нормальный может сказать последнего этого поколения проблема была в том что помимо этой звуковой карты у нас есть звуковая карта и на материнской плате и на веб-камере и в этом видеокарте и эти все драйвера короче между собой конфликтуют кто-то и говорит их надо просто удалить кто-то удалить устройство но при перезагрузке компьютера это все заново ставится я нашел решение этой проблемы следующее зашел свойства компьютера диспетчеры устройств нашел эти все драйвера и просто их правой мыши отключить не удалить отключить и оставил только focus right и все все проблемы вот и решились все все ушло записываю чисто гладко все нормально можно конечно 8 метр банана оставить это просто микшер он как бы наоборот будет помогать при записи но у меня есть простой аналоговой микшер и принципе 8 метр банана не нужен поэтому я его тоже отключил ну и все если у вас компьютеры с компьютером все нормально процессор вот новенький как-то у вас в решении этой проблемы вот так вот поможет но если у вас есть какие-то вот запоздание звука там задержка какая-то высокой еще чего-нибудь это получается у вас не вывозит процессор ему просто не хватает времени это все обработать буфер маленький и он его хапает хапает потихоньку и поэтому у вас там задержка вот возрастает решается следующим если у вас например процессор слабенький вы заходите свойства драйвера этой звуковой карты вот сюда и тут мы видим вот качество звука и буфер этой карты и вам буфер нужно просто повысить чтобы ваш процессор успевал обрабатывать бывает что процессоры плохо обрабатывать при высоком буфере и бывает что при низком буфера обрабатывать вот вы поиграйтесь чтобы победить эту задержку обычно когда вы работаете например fly студии либо там другой звуковой программе и вы там накидали свой проект там большой сюда хое и вы не можете в онлайн его нормально прослушать какие-то вот там трески задержки либо отставания либо там рывки какие-то такие вот только на экспорте более-менее вы там что можете прослушать это тоже влияет на процессор поэтому пора обновлять вам этот компьютер желательно брать если вы любите intel то там шестое седьмое поколение intel по что уже есть 11 12 поколение в разработке если md вы любите то уберите разин любой принципе все тащит а есть еще и вот проблема с этой звуковой карты это когда во время работы она там что-то начинает мерцать какие-то вот помехи микрофон давать это вот фигня случается бывает даже просто пропадет звук и все это проблема в шнурке ну провод который идет под звуковой карты до вашего компьютера это usb 2 обычно такой провод встречается в принтерах сканерах вот и эта приставка тоже такой print usb шнурок используют конечно сейчас есть модели на этапе си там я не знаю как решается проблема но у этой ситуации вам нужно просто поменять шнурок на другой во время работы он там тоже может выгореть либо перемкнуться и либо перегнуться поменяйте шнурок тоже это помогает избежать таких проблем и еще была проблема то что у меня это звуковая карта была подключена в usb 3 это у меня была старенькая материнская плата хуанан фирмы с китайским процессором и почему-то когда я втыкал в usb 3 эта звуковая карта плохо работала также трески возвращались пропадание звука еще что-то вот а когда в usb 2 и вот ну обратно все нормально идет все работает но сейчас я материнскую плату поменял час у меня материнская плата от фирмы gigabyte чипсетом b550 или 560 я не помню и сейчас все работает замечательно и в usb 3 и usb 2 без разницы так что если у вас какие-то вот пропадания какие-то вот изменения поиграйте со шнурком заменить либо поменять usb порты тоже как бы решает такие вот проблемы ну и принципе все если вам видео понравилось ставьте классы подписывайтесь на канал ну я с вами прощаюсь всем до скорой встречи пока пока